Yes, before we begin, my humble suggestion is that all the men sit in this corner and the women from there on. Of course, we have so many more ladies here than men, but let's give the men some space here. We are happy that they are coming. Перед тем, как мы начнем, у меня есть такое предложение. Давайте вот в той части помещения пускай сидят мужчины. Давайте оставим для них место, они еще будут подходить. А матаджи пускай переместятся вот в эту сторону. Yes, let's give the men some space. Давайте дадим мужчинам пространство. Yes, we are happy that they are coming. Мы счастливы, что они приходят. Yes. And of course, if you'd like to move a little closer, then I can also see you. If you hide there in the corner, it's very difficult for me to connect with you. И, пожалуйста, если хотите, подходите поближе, чтобы я могла вас видеть, потому что если вы прячетесь где-то в углу, то очень тяжело наладить с вами связь. Yes. I'm a personalist. I like to address people personally. Я персоналистка, и мне нравится лично обращаться к людям. And for that, it is good to have some eye contact. И для этого необходим зрительный контакт. Yes. Okay. So welcome everyone to our topic Men and women more confused than ever. Так, добро пожаловать на нашу лекцию по теме Мужчины и женщины Сбиты с толку, как никогда раньше. Yes. Is that a good translation? More confused than ever? Yes. Это хороший перевод. Okay. So Этот семинар является собой смиренную попытку пролить свет на духовную культуру. Так как духовная культура — это культура Кришны. Это система Кришны, направленная на то, чтобы создать стабильность и гармонию в этом мире. И в системе Кришны очень хорошо понимают, что у мужчин и женщин есть свои специфические качества. И вы заметите, что Кришна наделил мужчину и женщину, соответственно, определенными качествами совершенными, чтобы они смогли наилучшим образом выполнять свои роли. Мужчина, пожалуйста, сюда. И в духовной культуре есть очень четкое понимание, что у мужчин и у женщин есть свои определенные качества, и у каждого есть свои очищающие обязанности. И если мы выполняем эти очищающие обязанности в сознании Кришны, мы на самом деле прогрессируем. Мы не только прогрессируем, но также это создает стабильность и гармонию в мире. И в наши дни, в Кали-югу, культура Кришны все больше и больше утрачивается и забывается. И в результате мы имеем очень много социальных проблем. Как внутри ИСКОН, так и вне. Все эти социальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, такие как развод, матери-одиночки, покинутые дети, насилие по отношению к женщинам. Все эти вещи являются глобальной реакцией на то, что мы больше не следуем системе Кришны. Потому что в системе Кришны таким вещам нет места. Их не существует. И наша проблема в том, что мы думаем, что наша система лучше, чем система Кришны. Мы думаем, что система Кришны старомодная, она устарела. Кто в наши дни будет заинтересован в том, чтобы принять систему Кришны? Наша современная система лучше, чем система Кришны. И все эти социальные проблемы являются глобальной реакцией на это. Правда, Прабхупада говорил, что для каждой материальной проблемы есть духовное решение. Я в этом твердо убеждена. И мы сможем найти очень много идеальных духовных решений, которые решат множество проблем. Мы установили, открыли Институт Духовной культуры. После семинара все, кто пожелает, смогут взять эти небольшие брошюры. И я предприняла определенные смиренные попытки для того, чтобы составить несколько семинаров, курсов по определенным темам. В этом семинаре у нас не так много времени. Обычно этот курс занимает 15 часов без перевода. У нас всего 5 дней, каждый день час 15 занятий. Единственное, что мы можем сделать, это просто сжатое, кратко поговорить об этом. Просто, чтобы, может быть, привлечь внимание к этой теме. Возможно, чтобы вдохновить вас на то, чтобы вы смогли в какое-то другое время приехать и полностью пройти курс. У нас есть очень много семинаров. И этот семинар сможет пролить немного света на тему мужчин и женщин в духовной культуре. Далее есть еще один курс «Брак в духовной культуре». Дети в духовной культуре. Ванна Прасха Ашрам. Что это такое? Никто об этом даже не говорит. Мы систематически разработали очень много тем. И мой опыт говорит о том, что прохождение этих семинаров, оно стимулирует определенную внутреннюю трансформацию в сердце. Потому что в конечном итоге сознание Кришны должно именно к этому привести. К внутренней трансформации. Итак, сегодня у нас будет введение в тему духовная культура. Чтобы мы могли очень ясно понять, о чем мы будем говорить в ближайшие пять дней. А завтра мы начнем обсуждать разного рода горячие темы. Давайте постараемся понять, что такое культура и откуда она происходит. На что она влияет? И в каком-то смысле в каждой стране есть своя культура. У нас есть украинская культура с борщом и варениками. И итальянская культура с пиццей и спагетти. В определенном смысле в каждой стране есть своя культура. Но, тем не менее, в мире существует всего только два типа культуры. Это духовная культура и материалистичная культура. И в каждой стране мы можем обнаружить, что до сих пор присутствуют обе культуры до какой-то степени. В некоторых странах этого мира система Кришны все еще присутствует в большей степени. В других же странах она практически полностью забыта. И это очень сильно связано с уровнем, стандартом жизни. В тех странах, где люди более богаты, где уровень жизни выше, Обычно там материализм присутствует в большей степени. И в результате духовную культуру там отодвигают в сторону. Система Кришны все больше и больше забывается, утрачивается. Так происходит в Америке, в Австралии и в таких странах. Но в других странах, где жизнь более проста, где у людей не так много денег, там обычно мы видим, что духовная культура присутствует в большей степени. Просто потому, что материализм и наслаждение чувств не смогли отодвинуть в сторону духовную культуру. Я довольно много путешествую, посещая различные страны, и я смогла это заметить. Например, в таких странах, как Индия и Бангладеш, жизнь более проста. И поэтому система Кришны там присутствует в большей степени. И даже здесь, в Восточной Европе, то же самое. Даже сегодня, например, в Украине сохраняется очень-очень много элементов системы Кришны. В Бхагавад-гите 269 Кришна говорит интересную вещь. Там говорится, то, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования. Когда же все существа пробуждаются, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь. О чем Кришна говорит здесь? Когда обычный человек просыпается, то это время является ночью для мудреца, чей взгляд обращен внутрь. Другими словами, Кришна уже дает определение этим двум культурам. То, что является ночью для духовного человека, это является днем для материалиста. Эти две культуры, духовная и материальная, они различаются, как день и ночь. Они настолько различны. И помимо того, чтобы сказать день и ночь, мы также можем сказать знание и невежество, а также реальность и иллюзия. То, что для материалиста является невежеством, это является знанием для духовного человека. И то, что является реальностью для материалиста, это иллюзия для духовного человека. Преданный и материалист живут в совершенно разных реальностях. Иногда, когда мы выходим распространять книги на улицу, встречаем какого-то человека, и он говорит, «О, вы Кришнаит, и вы живете в иллюзии». Вы убегаете от реальности. Вы безумны. А мы говорим то же самое о них. Мы говорим, «Нет, это вы, ребята, сумасшедшие». И вы живете в иллюзии. Вы даже не знаете, кто вы. Вы ничего не знаете о своих вечных взаимоотношениях с Кришной. Это вы избегаете вечной реальности. Правда, вы встречались с таким в своей проповеди? Да? Да. Иногда даже с родственниками. Они иногда такие вещи говорят. Да. Кришна очень четко в Бхагавад-гите говорит, что духовный человек и материалисты живут в разных мирах. Да. И эти две реальности настолько разнятся, что они как день и ночь. Да. И вот так, когда день переходит в ночь, существует определенный такой переходный период. Да. Сумерки и рассвет. И вот мы можем себе представить, что с одной стороны спектра у нас находится день материалиста, а с другой стороны находится день духовного человека. А между этими двумя полюсами находятся различные оттенки, полутона, смесь. И если мы по-настоящему хотим стать духовным человеком, то тогда то, что является днем для материалиста, это должно стать для нас ночью. Правильно? И именно к этому должен привести нас процесс, практика сознания Кришны. Нам необходимо трансформировать наши вкусы, наши пристрастия, наши взгляды на жизнь, нашу манеру поведения, и само наше сердце. Нужно трансформировать. Да. Мы не должны оставлять все так, как оно есть. Да. Потому что тогда мы не станем по-настоящему духовным человеком. Да. Если эта трансформация не произойдет, то наша духовная практика на самом деле остается внешней. Это означает, что мы до сих пор держимся, цепляемся за материальные вкусы, материальные наши привычки. Правильно? И мы просто внешне что-то делаем. Ставим тилокум, надеваем кантемалы, берем четки. Но это все может остаться внешними вещами. Но внутренне мы держимся за материальные вкусы и наши материальные пристрастия. И на самом деле, вот это и есть совершение десятого оскорбления при воспевании Святого Имени. Сохранять материальные привязанности, даже после того, как мы услышали очень много наставлений на эту тему. Это на самом деле оскорбление. Поэтому для начала давайте очень ясно и четко поймем одну вещь, что сознание Кришны предполагает, что необходимо пройти трансформацию. Так, давайте сами постараемся понять, откуда происходит, проистекает культура. Так, культура происходит от того, что мы живем в соответствии с определенным мировоззрением и определенной философией. Когда мы на практике применяем идеологию. Таким образом развивается культура. Когда мы на практике живем таким образом. Но не только это. Также культура пропагандирует то же самое мировоззрение. И в сознании людей она усиливает это мировоззрение. Это проявляется очень тонко, но имеет очень сильное влияние. Мы не должны думать, что культура — это просто какая-то внешняя деталь. Нет, она имеет очень сильное влияние на сознание всех людей. Это не просто что-то внешнее. И очевидно, что в основе духовной культуры и материальной культуры лежат совершенно разные философии, совершенно разные взгляды на мир. И они очень сильно пропагандируют эти взгляды. И мы не понимаем, до какой степени мы на самом деле являемся продуктом нашего же окружения. Мы думаем, о, у меня есть свое собственное мнение, и я принимаю свои решения. Но нет, на самом деле то, что мы думаем, это продукт той пропаганды, которая окружает нас. Поскольку влияние очень сильное, но проявляется оно очень тонко. И очень часто мы даже этого не осознаем. Давайте с вами быстренько соберем все взгляды на жизнь, которые лежат в основе материалистичной культуры. Каков девиз материальной культуры? Если бы у нас было больше времени, я бы вас больше вовлекала в дискуссию, но, к сожалению, времени мало. Поэтому, если вы не против, я просто представлю вам. Но я уверена, что все их знают, эти моменты. Девиз материалистичной жизни. Я — это тело. Да? Грубое тело и тонкое. И цель материальной жизни — это удовлетворить чувства этого тела. И таким образом материальная жизнь усиливает, увеличивает телесную концепцию, телесное представление о жизни. Отождествление себя с грубым телом. И не только с грубым, но и с тонким телом. Материалистичная культура усиливает, увеличивает, раздувает, подкармливает ложное эго. Ум, разум, ложное эго. В прошлом году на этом фестивале мы с вами говорили о ложном эго. Материалистичная культура означает, я — центр Вселенной. Все должны признать мое величие. Я такой особенный, уникальный, неординарный. Именно это то, что делает материалистичная культура. И цель жизни — это удовлетворение чувств. И из всех чувственных наслаждений, какое является самым лучшим? Да, половая жизнь. Материалистичная культура очень сильно пропагандирует это. И еще один лозунг материалистической культуры заключается в том, что Бога нет. Бог мертв, я сам Бог. Я центр всего, я верховный контролирующий, верховный наслаждающийся, и мне принадлежит все. И живем один раз. И поэтому не существует представления об очищающих обязанностях. Если мы живем только один раз, то становится очень ясно, нужно наслаждаться по максимуму. Нет представления о том, что придут какие-то реакции на нашу деятельность. Нет понимания о том, что необходимо обрести квалификацию, чтобы определенные качества обрести, чтобы вернуться домой, обратно к Богу. И если жизнь только одна, то в момент смерти всему приходит конец. И таким образом нам становится очень легко просто наслаждать чувства по максимуму. Можно заниматься разными видами греховной деятельности, и потом просто умрем, никаких проблем. Все будет закончено. Никаких реакций, никакой кармы. А вот принципы и мировоззрения, лежащие в основе духовной культуры, совершенно иные. На самом деле, нам нужно взять противоположность тому, что мы только что перечислили. Вместо того, что мы говорим «я — это тело», тут нужно сказать «я — душа». «Я — вечная духовная душа». Духовная культура сводит к минимуму телесные представления о жизни. Грубое тело и тонкое тело. Да, духовная культура направлена на то, чтобы мы смогли разотождествить себя с материальным телом. Да, и она также направлена на то, чтобы растворить тонкое тело. Да, ум, разум и также наш старый добрый друг — ложное эго. Да, духовная культура именно для этого и предназначена, чтобы подчинить себе и растворить ложное эго. На самом деле, единственное существо, которому не нравится духовная культура, — это ложное эго. Ложное эго протестует. Оно протестует, оно бунтует. Материалистическая культура подкармливает, увеличивает эго. И поэтому, если кто-то берет это эго и бьет его по голове, то ему это не нравится. И в духовной культуре целью жизни не является удовлетворение чувств, а является осознание себя, самоосознание. Духовная культура предполагает, что чувственное наслаждение мы сводим к минимуму. В особенности половую жизнь. И то, что в материалистической культуре находится на самом верху, то в духовной культуре это сводится к минимуму. Духовная культура предназначена для того, чтобы уменьшить лихорадку вожделения. А поскольку вожделения, эти желания, они будут мешать духовному прогрессу. Они будут отвлекать нас от Кришны. И поэтому в духовной культуре их необходимо подчинить. Итак, в духовной культуре вместо того, чтобы говорить, что я центр всего, я верховный наслаждающийся и контролирующий, мы говорим, Кришна в центре, Кришна — верховный наслаждающийся, Кришна — верховный контролирующий, и Он обладатель всего. И вместо фразы «есть только одна жизнь», Духовная культура учит, что есть много жизней. И это означает, что нам необходимо отвечать за свои поступки. И в этой жизни нам необходимо выполнять очищающие обязанности. И это даст нам качество, необходимое для того, чтобы уйти из этого материального мира. Вся Бхагавад-гита рассказывает об очищающих обязанностях. И Кришна говорит Арджуне, ты воин, и твой долг — сражаться, ты должен сражаться, помятуя обо мне. Да, духовная культура сводится к тому, что человек должен исполнять свои очищающие обязанности в сознании Кришны. Давайте сами перечислим несколько направлений нашей повседневной жизни, при помощи которых формируется культура. У нас, может быть, есть две минуты для того, чтобы вы сказали несколько вариантов. Практические аспекты нашей ежедневной жизни, при помощи которых формируется культура. А что приходит к вам на ум? Пища. Фуд. Фуд культура. Да. Пища. Да. Фуд культура. Now, I mean in general, materialistic culture, spiritual culture. Not just in spiritual culture, but general practical aspects of life, which are forming culture. Hmm? Hang on, hang on. Don't just call out. Education, yes. Образование, да. Family relationships, or what she's saying? Okay. Family relationships, raising children. Да, отношения в семье, воспитание детей. It's something more daily, every day we are facing it. Что-то более повседневное. Одежду, yes. How are we dressing? Да, как мы одеваемся? Fashion. Мода. Right? And hairstyle. Прическа. Right? Music. Музыка. Yes. Recreation. What do we do in our free time? Отдых. Что мы делаем в свободное время? You know? На самом деле, каждый аспект жизни формирует культуру. You know? Да? Потому что, если мы живем в соответствии с определенной философией, определенным взглядом на мир, то культура, она проявляется абсолютно в каждом аспекте жизни. Давайте кратко рассмотрим три практических аспекта. Мода, прическа, музыка. Как они будут выглядеть в духовной культуре и в материальной? Yes. So, let us start with fashion. Начнем с моды. В материалистичной культуре. В материалистичной культуре мы можем разделить все на три аспекта. Да, это гунноневежество, страсти и благости. Итак, мода в невежестве. Как это выглядит? Yes. Да, гунноневежество — это всегда будет что-то грязное, порванное такое. Как, например, джинсы с этими порезами. Выглядит так, будто они просто старые и порвались. На самом деле они новые. К сожалению, нужно сказать, что это гунноневежество. Или, например, брюки, которые не по размеру, они так вот свисают. А когда человек наклоняется, то, в общем-то, там, задняя часть вся видна. Это невежество. На самом деле у дизайнеров, у них просто заканчиваются идеи. Потому что все уже было когда-то. Поэтому мода становится все более безумной и все больше находится под влиянием гунноневежества. А теперь, как выглядит мода в гунне страсти? Как мы говорили, в материалистичной культуре цель жизни, смысл жизни — это половая жизнь. Соответственно, мода в гунне страсти направлена как раз на усиление этого. Мода в гунне страсти, она предназначена как раз для того, чтобы разжигать в людях вожделение. И усиливать привлекательность между мужчиной и женщиной. То есть такая одежда, она будет очень облегающей, будет подчеркивать тело. Какие-то короткие юбки и глубокие вырезы. Прозрачная одежда. То есть есть очень много способов, как можно пошить одежду, чтобы она открывала тело. Но тут присутствует не только концепция грубого тела, но также и тонкого. Мода в гунне страсти также увеличивает ложное эго. Я ношу Гуччи, Кристиан, Диор. Ну, не знаю, как там они еще называются. Я такой особенный человек. Вот я ношу такие-такие-то бренды. Такая мода направлена на то, чтобы мы могли почувствовать себя уникальными, необычными, не такими, как все. А как выглядит мода в гунне благости? Конечно, конечно. 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 Вы на один шаг впереди. Пока еще говорим о материальной культуре, а не о духовной. Практическая, но прежде всего, эта одежда будет чистой и аккуратной. Простая одежда, хорошо покрывающая тело. И такая одежда уже понижает эту лихорадку вожделения. Помню, когда я впервые приехала в Высший Советский Союз в 1989 году. В то время мода была больше так в гунне благости. Женщины носили блузки застегнутые практически до самого верха. Они ходили в таких вот гольфах до колена. И юбка была не выше колена. То есть тело было покрыто. И вот это гунна благости. А теперь мода в духовной культуре. Что это? Сари, доти. На самом деле, это любая мода, которая напоминает людям о Боге. Не только Сари и доти. Также, например, одеяние христианских монахинь. Это также часть такой вот духовной моды. Мы должны более широко смотреть. На самом деле, в любой религии, в любой духовной культуре есть своя духовная мода. Да, мусульман, буддистов, индуистов, у всех есть своя духовная одежда, духовная мода. Мы можем видеть, что ни в одной духовной культуре мужчины, которые серьезно относятся к своему духовному пути, не носят брюки и рубашку. Не носят. У буддистов, у христиан, у всех остальных есть какая-то такая одежда длинная. Потому что такая одежда, она ослабляет телесное представление о жизни, как с точки зрения грубого, так и тонкого тела. И эта одежда помогает отождествить себя с ролью слуги Бога. Это подобно униформе. И если я ношу одежду преданного, то это усиливает мое отождествление себя с тем, что я преданный. И это дает очень много, но это очень могущественный процесс, если мы носим одежду преданную. И мы напоминаем всем людям вокруг нас, что мы Харе Кришна, мы Кришнаиты. И мы просто проходя по улице мимо них, мы побуждаем людей воспевать Святое Имя. Давайте с вами теперь рассмотрим прическу. Итак, прическа в материалистической культуре, в невежестве. Как это выглядит? Да, грязные волосы, какие-то спутанные, неухоженные дреды, прическа, как у панков. Или, например, когда красят волосы какой-то розовый, фиолетовый, зеленый цвет. Например, в таких странах, как Германия, это можно часто видеть. У людей уже закончились идеи, как быть непохожим на других. Да, они хотят, чтобы их заметили. И, конечно же, если вы мужчина, и вы идете по улице, и волосы у вас покрашены в розовый цвет, то, естественно, вас заметят. И вот это прическа в невежестве. Прическа в страсти. Для женщин это распущенные волосы. Это очень привлекательно для мужчин. Или какие-то замысловатые прически. Такие прически замысловатые даже и мужчины в наше время начинают делать. Например, при помощи геля делают укладку особенную какую-то. И, опять же, это усиливает телесное представление о жизни. Тонкого тела и грубого тела. Прическа в благости. Например, для женщин прическа в благости. Чистое, аккуратное и волосы собранные. Или в такую гульку, или в пучок, да, или в косичку. Или там хвостики, например, два хвостика. Для мужчин это прическа простая, чистые волосы, но коротко остриженные. Ничего замысловатого. Это благость. И это уже уменьшает привлечение между мужчиной и женщиной. А трансцендентная прическа. Для женщин это голова покрыта. Да. Мы можем найти это во всех духовных культурах, что женщины покрывают свою голову. Даже в русской православной церкви в Украине. Если вы хотите войти в церковь, необходимо покрыть голову, иначе просто нельзя заходить. Они гораздо строже, чем мы. И когда мы покрываем голову, это также снижает привлечение между мужчиной и женщиной. И помогает развивать смирение. Когда голова покрыта. Даже если у вас нет волос на голове. Даже в этом случае женщина должна покрывать голову. Просто чтобы развивать смирение. И если мы не покрываем голову, то очень легко может проникнуть гордость. Мы любим выставлять себя на показ. И когда мы покрываем голову, это помогает нам избавиться от этой ментальности показухи. А для мужчин это бритая голова шика. А для мужчин это бритая голова шика. Музыка. Музыка в материалистической культуре в гуне невежества. Рэп, техно-музыка. Просто шум и ритм. Никакой мелодичности, никаких слов. Просто шум. Музыка в страсти. Это музыка. Я люблю тебя, ты любишь меня, я не могу жить без тебя. Музыка просто пропагандирующая привлечения между мужчиной и женщиной. Музыка в благости. Классическая музыка. Так много разных стилей. Да, классическая музыка. Да. Беттофен, Моцарт. Или индийская классическая музыка. Панфлют. Тамбура. Ситара. Или же индийская классическая музыка. Флейта, тамбура, ситара. Трансцендентная музыка. Киртан. Киртан. Махамантра, Киртан. Самая высшая трансцендентная музыка. Но не единственная. В каждой религии, в каждой духовной культуре есть своя трансцендентная музыка, которая прославляет Господа. Каждая музыка, которая прославляет Господа и которую исполняют в церкви или в мечети, она является трансцендентной. Эти простые примеры дают нам некоторое представление о том, насколько по-разному обстоят дела в духовной и материальной культуре. И нам необходимо трансформировать свои вкусы. Мы здесь не устанавливаем никаких правил. Мы не говорим, что «О, преданная должна носить только сари». Возможно, вы работаете где-то в офисе, где нельзя носить сари. Но момент в том, что в какой одежде вы себя чувствуете наиболее комфортно. Вот в этом вопросе. «Предпочитаю ли я носить просто свою мини-юбку или какое-то такое летнее платье короткое?» Или у меня трансформировались вкусы, и я наиболее комфортно чувствую себя в сари? «Прихожу ли я в храм в кармической одежде и просто быстро переодеваюсь на программу?» И как только программа закончилась, «О, слава Богу, я опять могу надеть свои джинсы». Если мы так чувствуем себя, то очевидно, что большой трансформации не произошло. Но если я весь день хожу на работе в своем элегантном деловом костюме, а потом прихожу вечером домой и говорю, «О, слава Богу, теперь я могу наконец надеть сари на ближайшие два часа оставшиеся». Тогда очевидно, что в наших вкусах произошла определенная трансформация. Да, каждый из нас здесь присутствующих может заглянуть вглубь себя и посмотреть, насколько на самом деле мои вкусы трансформировались в отношении этих трех моментов – одежда, прическа, музыка. И как только мы поймем, что духовная и материальная культура на самом деле разнятся, как день и ночь, нам станет ясно, что очень важно окружить себя как можно большим количеством аспектов, относящихся именно к духовной культуре. Поскольку это поможет нам трансформировать наши вкусы, наши пристрастия, то, что нам нравится и не нравится, трансформировать это в духовную культуру. И это поможет нам в том, что день материалиста мы станем рассматривать как ночь для себя. Да. Давайте посмотрим, может быть, есть пару вопросов коротких. Да, да, хорошо. Спасибо за вашу замечательную лекцию. У меня есть вопрос о том, как материнка должна быть сарей, если ее голову должна быть открыт, и ее ряда, и ее ряда. Очень хорошая вопрос. Очень хорошая вопрос. Очень хорошая вопрос. Да. В этом 15-часовом курсе у меня намного больше времени, чтобы более глубоко рассмотреть этот аспект. Да. Потому что, действительно, мы можем сделать эту самых трансцендентную форму мы можем превратить в моду в гуне страсти. Потому что, действительно, даже такую трансцендентную одежду, как сарей, мы можем превратить в моду в гуне страсти. Если мы очень захотим, то мы сможем. И, к сожалению, очень часто именно так и происходит. Да. Мы носим сарей таким образом, что оно открывает тело. И это усиливает вожделение. Если женщина надевает сарей так, что декольте открыто. Или носит сарей так, что живот открыт. Или же она носит сарей настолько низко его, заматывает, что есть такое опасение, что она его скоро потеряет. Да. И также спина бывает открыта, голова не покрыта. Таким образом, если сильно захотеть, то даже самую трансцендентную моду можно переделать в какую-то сексуальную, сексуально привлекательную. Да. Но это не та цель. Да. Еще вопрос, комментарий? Какой-то быстрый вопрос. Как правильно сарей надевать? Как правильно надевать сарей? Мы не имеем время для этого. Давайте быстро надевать сарей. Я заметила, что если я в обычной жизни покрываю голову, я еще больше привлекаю внимание. Мне хочется, наоборот, не переживать людей. Я заметил, что в реальной жизни, когда я покрываю мою голову, я даже attract больше внимания. Люди платят больше внимания. Я чувствую, что я чувствую себя не комфортно. Я не хочу, знаешь, бесплатить людей, чтобы уничтожить людей. Ну, мы можем привлекать внимание, потому что это день, тем не менее, нужно культивировать духовную культуру. Есть два типа красоты. Материалистичная красота, которая просто возбуждает ум и чувства. И есть духовная красота, которая, наоборот, охлаждает ум и чувства. И она духовно возвышает, она имеет такое благотворное влияние. Да, я помню, лет 10-12 лет назад я повезла маму в Индию. И ее первое реализацию было, что здесь, в Индии, женщины имеют другую виду красоты. И женщины обладают другой красотой. В Индии не найдешь такой провоцирующей, провокационной красоты. Конечно, это было 12 лет тому назад. Сейчас в Индии тоже много чего изменилось. Но она сразу увидела это. И так, да, духовная красота может быть привлекательной для других. Поскольку она очень отличается. Да. Но, тем не менее, это не должно нас отвлекать от культивирования. Да, мы должны чувствовать определенную радость, чтобы показать в мире, как мы женщины в самом деле способны одноврементироваться и действовать. На самом деле, мы должны чувствовать даже определенную гордость в том, что мы должны показать миру, как на самом деле женщина должна себя вести и одеваться в духовной культуре. Время наше истекло. Это было небольшое вступление. И завтра у нас будет очень интересная тема. Есть ли равенство между мужчинами и женщинами? Пожалуйста, приходите. И вас ждут открытия. И если кто-то интересен взять небольшой брусер из Института для культуры, вы можете взять одну. Есть веб-сайт и есть веб-сайт